Приветствую вас и попробую ответить на вопросы, которые вы задаете. Попробую ответить понятно, чтобы не возникло никаких недоговоренностей между нами, чтобы было полное понимание. И надеюсь, что мой ответ поможет вам лучше разобраться в том, что сейчас с вами происходит. Итак, вашу проблему можно разделить на две части. И первая часть это, собственно, то, что вы хотите женских ласк. Условно говоря, у вас было под девочками, но вы решили, что вы не ленцы, и вам нравятся парни больше. Вот давайте этот момент мы с вами чуть-чуть больше раскроем, попробуем раскрыть. Вы сказали, что у вас был опыт с девушками, но вы решили, что он не ленец. Чем это было у вас продиктовано? Чем это было у вас обусловлено? Вы поняли, осознали, почувствовали, что именно лесбийские отношения не то, что вам нравятся. То есть вы не получали достаточного удовольствия от этого. Либо же вы посчитали, что не хотите быть лесби по социальным соображениям. То есть эти соображения или касаются отношения других людей к этому. Но этот вопрос очень важно ответить, потому что в зависимости от него можно говорить о том, был ли ваш выбор встречаться с парнем или нет. Потому что если, допустим, вы встречались с парнем из-за того, что вы сами так решили, то есть сами подумали и актом свободной воли приняли решение для того, что вы приняли решение о том, чтобы встречаться с мужчиной. Это хорошо, это одно. Но если вы находились под давлением и, находясь под давлением, приняли решение встречаться с парнем, чтобы избежать некоторых проблем общественного плана, то получается, что вы себя подавляете. И вот это под давление, оно не очень хорошо для вас. По сути, оно искажает ваше поведение, оно искажает вас сам. И это, конечно же, не хорошо. На этот вопрос нужно ответить. Потому что если вы приняли решение встречаться с парнем под давлением, то это давление, оно обозначает, что у вас есть определенные, во-первых, противоречия в себе, определенные неуверенности в себе, недостаточная самооценка себя в том плане, что вы достойны, что вы имеете право на свой выбор. В одной мере, речь идет об определенных комплексах. И от них, так же, нужно избавляться. То есть, я надеюсь, вы поняли. Этот вопрос о том, почему вы решили, что вы не литвы, нужно вам обязательно разобрать. То есть, вы можете не писать мне лично, что вы для себя поняли, если не хотите. Но вам самой желательно понять, чем вы руководствуетесь, когда связываете свою жизнь с мужчиной. Дальше. Я решили, что вы пишете, это то, что вас тянет к девушкам, но не в сексе, а просто потрогать, обняться, может быть, даже флировать, но не больше. Поскольку секс вас не привлекает, очевидно, то можно говорить о том, что у вас потребность платонической любви к женщинам. То есть, это такое стремление к ласкам женским, как к особому виду ласок, как к особому виду нежности, особому виду любви, не связанному, по-видимому, с любовными отношениями, как таковыми, с сексуальными отношениями, как таковыми. И продиктована эта потребность тем, что у вас, вероятно, в детстве был недостаток общения с вашей мамой. Конечно, это лишь только предположение, но оно наиболее вероятно, если вы испытываете к девушкам чисто платоническое чувство. И тогда, чтобы понять, что вот именно с вами-то происходит, какова природа вашего вот этого вот влечения, вы пишите, что не понимаете, откуда оно у вас. Чтобы понять это, нужно в первую очередь разобрать, как у вас складывались отношения с мамой. И если мое предположение верно, то можно говорить о том, что отношения с мамой у вас были не очень хорошие, не очень доверительные, не очень теплые, не очень, значит, близкие, да, а наоборот, достаточно холодные и отстраненные. И вы не получили свою долю материнской любви, материнской заботы, ласки и тепла. И ее вы пытаетесь восполнить во взаимодействии с девушками. В том, собственно, что вы перечисляете ласки, нежность, след. То есть, иначе говоря, определенная духовная близость, которой вам не хватает. Которая вам не хватило в детстве, скорее всего. И вот нужно вам, во-первых, этот момент осознать. То есть, осознать, почему так, откуда он. И дальше, если имеются какие-то негативные эмоции, негативные переживания по поводу вашей мамы, например, то детские родительские отношения, то есть отношения с вашей мамой нужно проработать, перестать на нее злиться, обижаться, иметь к ней какие-то негативные эмоции, негативные переживания, постараться осознать причину, по которой она вела себя определенным образом, который вам не нравился, который вас не устраивал. И дальше прийти к определенной гармонии, постараться вашей мамой понять, может быть, как-то с ней сблизиться, может быть, нет, это уже зависит от вас. А дальше вам нужно с этим вот новым опытом, с новым багажом знаний, смотреть на отношения с девушками более адекватно. и понимать, что если вы свободно выбрали, ну, ах там, свободной воли выбрали мужчину, да, для отношений, и если у вас действительно были какие-то проблемы с мамой, то вам нужна девушка-наставник, вам нужна девушка-мать, которая заменит вам маму, которую вы могли бы, например, там, просто прижаться без какого-либо сексуального подтекста и так далее, с которой бы вы разговаривали на определенные интимные темы и так далее. Скорее всего, в этом случае вам нужна женщина-наставник, то есть женщина постарше. Это совершенно нормально, и если вы будете это осознавать, то есть большой шанс того, что вы сможете найти себе такого человека, реализовать свою потребность и не будете своего мужчину, ну, не будете требовать от своего мужчины того, чем вы нуждаетесь, и через него реализовывать, удовлетворять свои потребности, что не очень хорошо для отношений в принципе. теперь, что касается непосредственно вашего взаимодействия с молодым человеком, ну, во-первых, во-первых, так, то, что мужчина ображал женскому голосу, и то, что он проявлял некоторые моменты, элементы поведения, которые вам нравились, это понятно. Потом вы загорелись, обратили на это внимание, мужчина заметил несложную, в общем-то, причинно-следственную связь и полностью закрылся. И теперь не хочет проявлять ничего из того, что вы хотели бы в нем видеть. Значит, вам по отношению к нему нужно продвигать деятельность в двух направлениях, в двух аспектах, и об одном аспекте мы уже рассказали, это аспект снятия нагруженности молодого человека по отношению к вашим потребностям, то есть, чтобы вы свои потребности реализовывали несколько отдельно от него, не через него, если это непотребность в мужчине и не в сексе. С другой стороны, я понимаю, что вам хочется, чтобы мужчина проявлял то, что вам нравится, что вам приятно. И здесь тоже есть очень тонкий момент. Дело в том, что с одной стороны, молодой человек, если он вас любит, он, безусловно, будет делать то, что вам хочется. Но он этого не делает. Для него вот это мужское я, для него вот эта самобытность мужчин, она очень важна. И он, вероятнее всего, сам сомневается в том, что он действительно мужчина. Ну, то есть, если он обладает достаточным количеством мужественности, именно в силу того, что вот он подражал мужском голосе, вы сказали, что у него хорошо получалось, и, в общем, он очень качественно и натурально это делал. Значит, вам нужно в отношении к ним с ним с одной стороны посмотреть, как он к вам относится. Вообще, ставит ли он ваши интересы превыше своих? Делает ли он для вас все необходимое, чтобы вы чувствовали себя любимой, чтобы вы чувствовали себя единственной и так далее? если делать все, кроме только вот этого вот, то тогда можно говорить о том, что молодой человек действительно имеет проблемы с осознанием своей мужественности, и вы сами сказали, что он испытывает потребность в общении обниманий с мужчинами, то есть можно условно говорить, что у него недостаток уже отцовской любви, и как следствие недостаток отцовской любви рождает сомнение в мужественности, сомнение в том, что он полноценный мужчина. Когда вы сказали ему, что он очень натурально подражает женскому голосу, вы его задели на данном деле по самому больному месту, вы раскрыли, вскрыли его самое такое неприятное самое глубинное самое конфликтное сомнение. И понятное дело, что мужчина закрылся от вас сейчас, он не будет делать на данный момент то, что вы хотели бы от него получать, потому что у него есть внутренний конфликт. он и так из-за того, что стремится отчасти к мужчинам, да, сомневается в своей мудистой лице, и за это спасибо нашему обществу, которое вот так вот воспринимает людей бит. С другой стороны, мужчина как бы нуждается так же, как и вы в любви. В любви отцовской, в поддержке отцовской, а в понимании себя как представителя пол, как представителя своего полового круга. и в этом плане я думаю, что ему также нужен мужчина-настахник, который будет старше него. В этом ключе можно говорить, что мужчина с одной стороны удовлетворит свою потребность вот в том же, что и вы, и будет более свободен. он перестанет сомневаться в своей мудрственности по соображениям, потому что его потребности будут гармоничны. и когда он перестанет сомневаться в своей мудрственности при вашем выжидательном отношении и поведении, вполне возможно, через какое-то время мужчина вновь начнет проявлять то, что вам нравится. То есть вновь начнет одну секундочку в этой специальной пародировать женский голос, например. вот однажды при исполнении одначенных условий мужчина начнет это делать, но не сразу, после лишь того, как будут удовлетворены его базовые потребности, базовые и наиболее острые потребности. вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Значит, на ваш вопрос о том, что вы делаете не так, я могу сказать только лишь одно, что вы, может быть, давите на мужчину, может быть, торопите его, и это для вас совершенно естественно и логично, потому что вы испытываете потребности, потребности в определенных моментах. если эти потребности будут у вас реализованы напрямую, не через мужчину, то вас, во-первых, не будет это так ранить, значит, вы перестанете бояться его трогать, значит, и тем более перестанете думать, что вы больная, вы не больная, вы нормальная абсолютно девушка, просто у вас в детстве возникли какие-то проблемы в отношении с мамой, значит, с вами абсолютно все хорошо, не нужно думать, что вы нормальная или что-то с вами что-то не так, все с вами в порядке, вы абсолютно нормальная уверенность красивая девушка, абсолютно адекватная, абсолютно ясная и правильно мыслящая, просто не совсем вы понимаете природу, причину ваших стремлений, ваших желаний, и я думаю, что, я надеюсь, что дал вам достаточно хорошую, достаточно конкретную, понятную наводку на то, что вам нужно делать для того, чтобы удовлетворить свои желания и добиться того, чего вы хотите. Отдельный момент, то, что мужчина будет плохо реагировать, если вы будете на него давить, если вы будете от него требовать то, что ему неприятно, если вы будете активно просить его об этом. сейчас, на данный момент, если вы хотите сохранить отношения с этим молодым человеком, лучше вам перестать говорить обо всех тех вещах, которые ему неприятны, дайте возможность пройти время, дайте времени, дайте возможность ему немножечко забыть обо всем, дайте возможность в себе реализовать свое желание в том направлении, в котором я вам описал, и тогда вы вернетесь к этому вопросу, ну, вернетесь к этому вопросу естественно, когда каждый из вас будет находиться в определенной гармонии с самим собой, и когда не будет сомнений в себе, а не будет сомнений в том, что вы из себя представляете. То есть в интимных отношениях, в личных отношениях, в сексуальных отношениях нужно практичность, нужно понимание, нужно максимально полно слышать человека. А сейчас мужчина в основном может думать, что вы прислушиваетесь только к себе и совершенно не прислушивайтесь к нему. Даже если это не так, а равно он так, скорее всего, думает. и вам нужно на первое время как бы разубедить его в том, что это действительно так. И тогда у вас все будет потихонечку налаживаться. Все у вас тогда потихонечку придет в норму. но только если вы будете следовать тому, что я вам сказал. Если вы будете менять свое поведение, если вы будете перенаправлять свои желания с вашего молодого человека на другого субъекта, на того субъекта, который реально может вам дать то, что вы хотите, и тем самым разгрузить ваши отношения с молодым человеком. Лишить их нагрузки, которой быть не должно, или которая вам вредит. А в данном случае нагрузка, которую вы придаете отношениям, несет соседственный вред. Этот вред проявляется в том, что вы боитесь его трогать, боитесь с ним ступать святки, я понял, считать себя ненормальной, ну и так далее. А у него это вызывает внутренний дискомфорт, значит ваше желание и секс потом просто невозможен. Но чтобы этого не было, нужно осуществлять соответствующие операции, то есть убрать из ваших отношений нежелательные элементы и перенаправить их в другое русло. Если вы сможете это сделать, то отношения с молодым человеком у вас сохранятся, если нет, значит вы расстанетесь. Что делать, решать вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. А почему в личку, потому что когда вы пишете дополнение в публичном вопросе, эксперты не всегда могут это увидеть, и в итоге вопрос пропадает в туне. решать конечно вам это просто рекомендация. какие-то вопросы остались, пишите, я вам отвечу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его пожалуйста лучшим. Буду вам очень благодарен. Я старался раскрыть наиболее полный ответ на ваш вопрос. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго, я желаю вам успехов, до свидания.